друзья всем огромный привет чуть-чуть задержаться пришлось но мы с вами начинаем rdsg pioneer и ждем в прямом эфире илью федорова который вот-вот подключится и я думаю что мы с ним проведем прекрасный и полезный для нас разговор поговорим с всем и узнаем о его планах на сезон расскажите пока как у вас дела пока илья не подключается друзья я вас очень прошу и да не отправлять мне запросы пока потому что мы ждем илью и чтобы илья тоже ничего не пропустил билеты поступят в продажу совсем скоро норильску тоже огромный привет привет норильск саш столерихин большой привет друзья всем привет а лишь у тебя красивый вкус ребят давайте общаться про дрифт пожалуйста очень вас прошу всем привет музыку выключить не могу к сожалению но сейчас придет илья он подключится и будет все тихо владивостоку большое тоже привет спасибо большое илья если ты нас видишь если ты нас слышишь пожалуйста отправь мне сообщение сюда и мы тебя подключим обязательно чуваши тоже огромный привет друзья хотелось бы вам пока у нас есть время рассказать про билеты билеты так все про билеты не расскажу подключаем илью илюха где же ты дорогой очень хотелось бы наконец-то илюха привет как дела вот илья подготовился к эфиру у него хорошая связь это прекрасно ну что илья как настроение отлично 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 мы все прекрасно давай дожевывай мы знаем твой рацион что ты ешь когда ты ешь какое время кто с тобой есть это все очень приятно и полезно кстати знаешь немногие знают о твоих не многие знают о твоих предназначениях о твоих предпочтениях вернее в еде расскажи пожалуйста что ты не ешь вот я знаю а многие не знают ну я не ем допустим помидоры и из-за этого я не допустим кетчуп в таком формате я не ем красный какой-нибудь соус к шашлыку но я майонез вот майонеза можно есть все как бы да почему у тебя не сложились отношения с помидорами а я не знаю я как-то прям с детства если не ел ну хотя мне родители говорили что до 5 лет вообще все ел а потом перестал все есть и и все да может посмотрел как у где там это про бурати ну там против как про чиполлина про чиполлина понятно кстати ты согласен с высказыванием что силовик сила rds могила силовой серии силовой серии силовики да ну слушай главный вопрос который очень часто повторялся под постом за какую команду ты поедешь вообще тебя кто-нибудь команду пригласил-то на будущий сезон или сам поедешь а я работаю со спонсорами смотрите вот ты работаешь со спонсорами московский спорт команда я и продолжим давайте вот отлично еще один справа правильно молодец отрабатывать спонсорские контракты всегда абсолютно пойду потом переоденусь одену рубашку франки да и мы будем по очереди давай давай а мы тебя будем ждать окей то есть сезон 2021 ты поедешь в рдс депи все семь этапов и поедешь под при помощи поддержки команды московский спорт и в сокомандниках у тебя будет федор держит верно примерно так недавно у нас были переговоры встречи мы как бы обсудили что мы едем в команде как в прошлом сезоне тем самым держатом но нет планах ехать в красноярск на этап заведомо мы планируем пропустить а почему далеко долго логистика сложная непростая я боюсь грузовичок мы может не доехать грузовичок твой кстати на чем поедешь следующем сезоне в следующем сезоне планирую ехать на бурятки еще не все потенциалы и тайны так сказать возможности раскрыть и поэтому планирую именно на ней потому что если я поеду на силе то будет слишком просто выиграть на бурятки нужно потрудиться на бурятки нужно потрудить или у нас не ищет легких путей хороший вопрос если у тебя будет вообще космический бюджет безлимитный вообще не ограничены и абсолютно ничем никем и никак на чем бы ты ворвался в rds ну из кузовов которые мне нравятся я бы наверно g37 химик построил ну пока skyline 36 ну не знаю что и ну или зетка самая новая вышла выйдет ну наверное зетка то есть хочешь хочешь все-таки что-нибудь поновее попробовать ну я как бы плавно перехожу на более свежей кузова как бы бурятка на 2005 года филе была 92 года сейчас у меня бурятка в планах перспективах может быть после бурятки или там параллельно с ней я все-таки начну себе собирать строить 36 sky в года 2010 ты скучаешь по приморье вот такой еще был вопрос всем приморским фанатам привет сказать что прям скучаю нет такого но я бы была возможность туда бы летом там пару раз прилетал покататься по змеиночке так прохватить по городу город красивый когда ты едешь на машине когда пешком ходишь там конечно мрачно но именно автомобильный город он как бы красивый а что-нибудь ты кстати вот знаешь спрашивают очень часто прошу милкина да 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 шумилки нам все нормально он на суете он тоже суетолог занимается андрей школы и обучение готовить там тоже студентов для для выступления в рдс восток если он конечно состоится там кто-то все так тухленько сезон они пропустили там три колечья не рассталось поездить имеет а кто когда-то умел ездить не тренироваться не ездил ну как бы знаете типа ну как будет тренирование мы поедем ну короче он на сути задавали вопрос хочешь ли ты его в команду о нет таких ездоков нам не надо было бы маза как бы вместе поехать конечно мы поехали я подумал может как-нибудь его притащить так на этапчик там потереть просто посмотреть проникнуться духом рдс джипи вот и еще на один вопрос от своих фанатов ты ответил то есть все таки поспорить бы его пригласил конечно конечно скинемся скинемся ребятки скинемся на билеты смотри можешь это какой-нибудь донат открыть там чтобы на шумилкина и вперед 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 вопрос был хочется ли тебе иногда взять тренажку и катнуть на змеинки в туман сто процентов даже не обязательно на тренажке можно натуре на чем угодно на змеинки но я поглядываю сторисы ребят владивостока змеинка в таком плачевном состоянии что там в туман можно уехать и не вернуться лететь в ямах каких-то канавах там со змеинкой есть проблемы по моему очень плохо да там все насколько я вижу там полотно проблемы есть у нас только из владивостока напишите пожалуйста что что случилось там со змеинкой как вообще как вообще дела дорогу смыло дорогу смыло а все это двадцатый год да во всем виноват коронавирус наверное но там ребята что-то даже чинили латали но там есть такой леший джан крауновод вот он как stories не запишет там что-то мрак какой-то на змеинки канавы какие-то фрамплины то есть змеинка ну годы идут змеинка не молодеет слушай а давай сделаем так вытащи пожалуйста свой микрофон из-под воротника возможно так будет лучше слышно нет надо тут короче схема наушников такая что микрофон на телефоне вот я могу телефон себе ближе пододвинуть говорить громче телефон а схема наушников такая да потому что люди пишут что тебя как-то очень плохо слышно а я буду погромче говорить давай говори погромче хорошо бурятки какие будут изменения на этом сезоне бурятки получается на этот сезон планов повышение мощности изначально был план такой что мы начало сезона там первый второй этап выезжаем на выку 30 у меня на youtube канале был там донат сбор на поршня шатуны которые мы купим и привезем соберем выку 35 и сделаем там 150 сил плюс колесных и поставим это там к третьему этапу но ситуация складывается так что мы уже поднасобали немножечко денег плюс был один большой транш вброс и запчасти могут прийти раньше и мы можем так что под успеть постараться и что мы сразу ворвемся на 35 моторе на мощных руках относительно для рдс меркам он такой средний мощный то есть 650 колесных сил плюс туда вот должна быть проводка новая и комп будет другой ну и изменения там кузовные с аэролами по подвеске будут изменения наверно по передней по задней особо не будет изменений ну короче постараемся подготовиться чтобы тачка была более такая конкурентоспособна тут спрашивают что по твоей команде как владимир владимирович владимир владимирович он в прошлом году в этом году в команде аймол механиком владимир владимирович он же у него много личности да вот он в аймоле да как бы со мной его не будет в этом сезоне он перешел перешел да но я его отправил как бы сказал езжа и езжа и иди а как вы познакомились с мишанькой вот мишанька то будет мишанка троит как бы но я думаю он будет мишанька мы познакомились когда я семнадцатом году приезжал и готовил машину в семнадцатом году когда была команда инфекции аймол и мишаня плел провода на рыжой вот и между с ним заобщались закалифанились и в итоге как бы я катал сезон он был там на проводах на техподдержке и когда я собирался переезжать уже сюда в москву я ему сказал типа так и так вот собираемся переезжать на машине я поеду типа на грузовике он говорит а давай я прилечу из москвы хабаров ты из владивостока выйдешь хабаров меня подберешь и мы поедем до москвы вот мы так как бы еще больше закорешились когда доехали из дальнего востока в москву я миша и белка ничего себе мишаня прям такой да взял и приехал кстати все спрашивают вот тоже о судьбе рыжой де рыжой ды что с рыжой ды что с этой рыжей бестией ну рыжой да она жива у нее боевой дух она давным-давно была продана в нее был схватан твыку 30 мотор она выезжала на тренировки сейчас она стоит полна продажа в районе 900 тысяч миллион но как бы это не моя машина это не эмола машина она давным-давно продана года два назад и как бы не уже своя судьба но она стоит в мишково под клоем снега если вам нечем заняться ребятки приезжайте в мишково откапывайте рыжой фоткайте с ней может нынешнему владельцу как-то поможете с рыжой дэй есть пилот которым ты очень хочешь проехать но никак не можешь выиграть но этого прям очень сильно тебе хочется у нас по а давайте тогда будем ждать зарубы надеюсь что он это ждет в этом году и не раз а из пилотов которые уже анонсированы ну приблизительно и которые ты знаешь что поедут в двадцать первом году ты с кем бы хотел проехать я хотел бы со всеми сильными проехать с тем же чепой с иностранцами со всей командой эмол то есть у меня с дайга сайта счета он сломал пилот сломал редуктор сломал у тебя даже со мной счеты я тебя датчик я до сих пор верю что это не я было это было не я это просто какие-то ваши приколы смешание но это это было не кстати что по фе айдиси как нам уже известно любой пилот может туда присылать свои заявки хочешь ли ты поучаствовать и хотел бы ты вообще заявку свою подать я готов был бы поучаствовать сто процентов но я думаю что по кассе я не потяну абсолютно точно то есть там нужно не только желание но и финансовая составляющая как бы но вообще для всех кто смотрит эфир и для всех кто наблюдает за дрифтом это логичная ситуация что в автоспорте нужна финансовая составляющая причем это практически основополагающий такой плаф который решает практически все и поэтому здесь есть люди которые хотят тебя задонатить давай-ка мы тебе дадим идею прямого эфира в котором люди могут тебе донатить не хочешь ну я думаю будет ближайший прямой эфир где я закрою прошлый донат следующий донат будет наверно на сумилкина сумилкина почасово продлевать будете будет следующий продлевать будете да после того как шумилкин приедет на что ты сейчас собираешь ну мы сейчас собирали на внутряжку для мотора для бурятки на пашняши туны собрали ну мы полчасочек собрали соточку там добрые люди под накинули еще не через стрим и того же 150 это просто какая-то рабочая схема ты знаешь вот и на самом деле получается я заказал запчасть уже они уже вот-вот скоро придут и я сейчас донат тот закрою деньги мне пришлют на карту я вернусь на другую карту с которой одолжил короче мы все долги закроем всем ребятам спасибо и вот-вот нужно будет уже мотор отдавать мотористу я думаю нужно будет сейчас там 1060 собрать на мотор на выку 35 вот чтобы не снимать брата бурята потому что тогда он станет колом и не будет приносить людям счастья в школе тебе надо сделать футболку на которой ты напишешь все никнеймы людей которые тебе донатили знаешь такая футболка благодарности скажем так поэтому я думаю что тут кто-то уже тебе собрался гарнитуры на iphone подарить чтобы тебя было слышно а у него не айфон я я андроидовод у меня был один раз айфон не отдал механик забрал свою жену и отдал мне я он попользовался но я как бы честно не вкурил что вот мне теперь нужно на айфон мне на самом деле там много чего непонятно и я привык к андроиду и я говорю старый добрый поэтому подарите гарнитуру от айфона уважаемые зрители кому-то другому просто вот прям можете написать кому хотите подарить и дарите вопрос про издече почему ты там ни одного этапа не проехал и не хочется ли тебе проехать бахнуть сразу на тумбу и навести суету в личном зачете как говорит андрей остапов с которым вы в прошлый раз пропадали в прошлый раз прошлый эфир пропадали в нижнем так ну проехать конечно бы хотелось но сложно совмещать езду кайфовую суету в личном зачете и как бы тренерство спонтерство там ведение студентов которые участвуют в этом мероприятии я туда ездил работать да и как бы сложно это совмещать то есть могут быть моменты моменты вот а так как здесь у меня он ярик ему надо туда-сюда денежку там квартира не квартира та же аренда бокса то есть ну приходится работать поэтому мы зимой работаем летом будем дрифти и работать ага ярик кстати там как сегодня хорошо колесный диск очистил это ярик сегодня все делал по красоте да тормозной диск очистил я потом бросил в кучу металла ну и храновыми делами занимался обязательно погрузки моторов я вижу вопрос у медузы дела все нормально она сейчас есть работа скоро медуза это люба что ли да правда почему медуза ну не знаю это я пою еще до трека медуза медуза за долго ну медуза кто-то зайчик кто-то котик у меня медуза а серьезно медуза да это и очень интересная кстати очень интересная информация то есть медуза ушла тоже работать жена автоспорта работает ну она решила что ей надоело сидеть она хочет поработать я сегодня зашла к ней в профиль прочитала жена автоспорта и подумала мне надо поставить вдова автоспорта знаешь потому что как после того как я начала заниматься дрифтом у меня в принципе все умерло когда примерно планируется старт продаж собственного мерча если он вообще планируется кепки футболки есть где этот самый я в стриме полил есть да картиночка красивая буряточка там со сварщиком и вот сейчас я буквально может быть даже после эфира а сегодня пятница пятничная вечеринка у нас дома с медуза и я сяду может быть составлю план сколько чего заказывать сколько футболок сколько там толстовок квитшотов опять же в сторис обращусь к людям на каком фоне какого цвета футболки там да сделать примерно подобью капсу закажу какое-то количество и будет продаваться сейчас я думаю перед сезоном мы все это сделаем ну а кепки в работе парни пытаются придумать красивые кепки но кепками сложно на каждую тяпку хорошему кепка подходит там знаете кривой какой картинка кстати мне кажется что вот обычный козырек это самый такой универсальный в принципе нет ну я ношу прямой я похож на такого алёшу дядю не себе мне больше так нравится дядя алёша вопрос тебе задают не устают ли тебе у тебя руки записывать столько сторис ну если сравниваться с тем же пшиковым то я как бы новичок ну ты кстати учишься очень хорошо ты знаешь я хочу тебе сказать я иногда стараюсь не перегружать свою ленту сторис потому что понимаю что люди устают щелкать пальцем перелисывать и стараюсь фильтровать лишнего не делать рука на самом деле набита уже как бы нормально и что пишет сторис много обратите внимание даже если вы пишите не сторис пишите видео оно получается ровно 15 секунд 15-35 минуту это называется внутренний хронометраж знаешь такое да 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 внутреннее видео кстати тут спрашивают люди ты уже придумал как ты будешь объяснять Дину в чем сила самовара потому что он по-любому приедет в россию и поймет что здесь в силовиках дело вообще ну я думаю будет какой-то совместный вечер наверняка где мы окажемся глаз лицом к лицу и после небольших так сказать подготовок я смогу объяснить на ломаном немецком который я учил с пятого класса что есть что а то есть ты расскажешь а расскажи нам в чем сила самовара вообще в целом сила самовара в том что ты должен в него верить и он сработает сила в вере в него тут главное верить и надеяться главное верить и надеяться да да даже если тебе говорят что это не работает надо верить да знаешь писали всегда что Илюха в принципе в своих сторис рассказывает больше даже чем нужно много прямых эфиров ведет рассказывает больше чем нужно но главный вопрос в том где ты никогда не говорил если бы существовала команда мечты то кто из кто те три пилота которые были бы в ее составе а получается я если начнет нормально бухать Песегов и Шумилкин и кто еще ну и Шумилкин а и Шумилкин понятно но Песегов только ты начнешь прибусивать а что без этого никак ну между прочим официальный вид спорта ты знаешь ну мы же не за рулем а до или после до тоже нельзя медконтроль ну за два дня до то есть как-то тимбилдинг обсуждение стратегия подготовка то есть на сухую это не делать а то есть открывается второе дыхание понятно все друзья мы ни в коем случае не пропагандируем употребление алкоголя и других запрещенных веществ но вот если нужно ребятам для вдохновения значит нужно так что Андрей Песегов если ты нас сейчас смотришь начинай брать уроки может быть там тебе Илюха подскажет с чего начать и я думаю что у вас все впереди и команда будет нам кстати однажды тоже с Песеговым предлагали создать команду и назвать ее полторашка ну два по полтора это уже три как бы ну я тебя умею еще каких два по полтора но мы максимум могли бы организовать какую-нибудь команду на Уралах с люлькой понимаешь я бы просто в люльке тусовалась в Дрипт нельзя по мотору в бурятку он все рассказал друзья вопрос этот есть эфир мы обязательно сохраняем и поэтому вы сможете все эти вопросы ответы на свои вопросы рассмотреть что будет по резине докатка или жир по резине у нас будет наверное Westlake будет по 20 колес на этап обеспечено стабильно новеньких 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 да и если вдруг кто-то из нас слился раньше чем там топ-8 а кто-то идет дальше то можно будет занять кустокомандным то есть Федя или Федя ты ездить не умеешь дай сюда колес да 40 шин на двоих ну мне 20 шин на этап вот так я вам хочу напомнить для тех кто только подключился Илья Федоров в этом году поедет 6 этапов РДС GP не поедет он в Красноярск потому что дорого долго ну и в принципе может не доехать он поедет 6 этапов за команду Московский спорт я так думаю да она будет называться и поедет ее вместе с командником Федором Дежицын номер 77 а Илюха у нас сохраняет номер 13 да в этом году все 77 плюс 13 итого 90 информация ни к чему не приводящая друзья у нас вопросы под постом закончились поэтому теперь вы можете смело абсолютно смело отписать свои адекватные хорошие вопросы здесь в прямом эфире Ливрея изменится спрашивает господин Шибеков я думаю ничего не изменится возможно капот будем переклеивать а так все останется как было она целенькая я на самом деле шибко в том году не бился тачка ну достаточно целая самое страшное что в том году произошло это в Питере открылся капот чуть-чуть не помню такого было было в тренировках открылся а в тренировках это было да ну вот сейчас я купил новый капот отправил Ярославль парню он сделает пластиковый капот чтобы у меня был как бы запасной и все отлично что самое необычное тебе дарили твои фанаты самое необычное прикольное сейчас покажу давай о я люблю кстати вот эти все рум-туры когда мы гуляем по квартире пилотом смотрим там что у них есть что у них нет самовар это прикольно да это прикольно все там все тимони его Ярик почти разобрал но я вот соберу ну самоварчик вот прикольный там сейчас еще покажу давай еще вот человек который подарил Илье самовар ты просто молодец мне кажется это очень крутая история и очень прикольный подарок так очень много вопросов вы накидали подать такая штучка и пора это тоже самовар или что это нет сюда можно там чай положить не знаю что-нибудь такая штучка прикольно тут долбинец эти написунки фэштеги ну прикольно это прям кто-то кто-то заморочился и делал кастом душу делал душу прям да это очень классно про машину которую он хотел построить мы уже отвечали на этот вопрос не будем как дела у белки кто такая белка ну-ка расскажи нам белка это космос не идет не голодная а это кошка да понятно белка где-то лежит ярик белка у тебя да она у Ярика да это она у Ярика все понятно как создать в регионе хотя бы картинг клуб спрашивает человек который очень обеспокоен судьбой молодежи в регионах ну картинг клуб это надо обратиться не знаю к кому у кого есть картинг клуб ну чтобы что-то создать надо наверное какой-то стартовый капитал наверное заинтересованность какую-то самая отдача надо брать создавать ну это опять же все упирается в средства потому что даже там купить какие-то картинги это одно потом нужно помещение нужно трассу нужно все это обслуживать это как бы касса 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 а расскажи пожалуйста все интересуются судьбой Ярослава Ильича Федоровича я так сказать Ярослава Ильича пойдет ли он в автоспорт по стопам отца ну по автоспорт не знаю он что-то лет как бы ума нет не на самом деле Ярослав он очень любит что-то изобретать собирать то есть даже не только там кататься да сколько прийти в бокс и что-то из чего-то сделать взять поддон взять чего-то чему-то подставить сделать какую-то машину что-то изобрести он берет собирает из лего допустим какую-то конструкцию потом берет листочки А4 Свард сделает книжку и потом делает инструкцию своему лего рисует короче а потом разбирает и заставляет тебя собирать по инструкции типа того да пока ходит на футбол бегает а поедет куда-то будет гонять кататься там посмотрим тут человек по имени Никита Горшков интересуется какой твой основной вид деятельности и откуда деньги основной вид деятельности это тренерство дресс-кола аренда машин для участия в том ЖСДЧ запад юг ой Ярик Чокол как автономка Ярик друг привет иди сюда мы с тобой поздороваемся все тебя хотят видеть Ярик иди сюда не сняется иди сюда заходи вот сюда заходи что там иди сюда привет 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 вам не слышат но могу так сказать это Алиша привет говорю как дела друг хорошо чем ты там занимаешься пока папа в прямом эфире ой а какой ты мультик смотришь разные включаются ну понятно мы тебя не будем отвлекать от важного дела иди смотри мультики Ярику нравится вообще с тобой проводить время в твоих гаражно сервисных движениях да нравится как бы единственное его утомляет дорога как бы сколько мы едем там час час двадцать он говорит что мы папа мы сегодня доедем нет вообще куда а так как бы ну в гараже занимаешься ему говоришь вот здесь бери здесь не бери он там занимается своими делами потом шах здесь надоело поехали что-нибудь разгружать загружать ну то есть такая движуха как бы ему нравится такая движуха ему нравится это хорошо ну что друзья я смотрю ваши вопросы закончились если мы в принципе сорок практически там сорок минут беспрерывно три недели с Ильей затронули все темы которые вам надо про команду рассказал про бурятку рассказал про да посиди последние три минуты про рыжольду рассказал про новые спеки рассказал про все рассказал даже про то почему он не любит помидоры рассказал если есть еще какие-то вопросы у вас есть буквально там последние пять-десять минут чтобы задать ему вопрос и расскажи где мы тебя увидим в следующий раз в ближайшее время куда ты поедешь в ближайшее время мы наверное с Ярославом полетим в среду или вверх в Сочи на Сочи Дрив Челлендж я Ярику выдам рацию выдам рацию Ярику он будет споттером будет говорить хорошо-хорошо круто едешь вот ну это вот ближайший Сочи Дрив Челлендж а дальше уже будем наверное плотно-плотно подготавливаться к сезону ну Ярик как бы брать разумеется в гараж осталось буквально всего ничего каких-то мне кажется полтора месяца да уже там осталось для начала сезона очень мало осталось у нас-то и подавно это все быстрее пролетает чем у вас друзья давайте накидываем пожелания к будущему сезону Илье Федорову спасибо Илюха за стрим спасибо во-первых за то что была хорошая связь за то что мы друг друга слышали видели за то что ты давай что Лелку не дам Лелку не дам Люба-Люба пришла с работы Люба скажи вдова автоспорта передает ей привет вдова автоспорта тебе передает привет это Алиш Люба говорит что сейчас выпьет за тебя бутылочку морса бутылочку не наморситесь там друзья Илюха вот все пришла твоя медуза я вам желаю отличного вечера спасибо большое тебе за эфир обязательно эфир сохраним до встречи я лечу в среду в Сочи обязательно там увидимся Ярика с собой бери все пока-пока Илюха спасибо большое тебе отключайся там сам нажимай кнопочку давай нажимай кнопочку да и говори всем пока-пока и отключайся ну а мы с вами друзья увидимся совсем скоро в прямом эфире наверное даже может быть на следующей неделе выберем какого-нибудь пилота пишите пишите обязательно с кем хотите прямой эфир пару ответов на часто задаваемые вопросы третий этап до сих пор мы не знаем где будет проходить как только информация появится мы вам обязательно сообщим еще никак не можем договориться да такое тоже бывает все абсолютно все билеты на по крайней мере на ближайшие этапы появятся уже ладно скажу вам на следующей неделе появятся поэтому трепещите следите за объявлениями в день когда билеты откроются в день когда продажа откроется ждите сообщения в социальных сетях во всех социальных сетях РДС и вы обязательно не пропустите никакую информацию Дин у нас будет немножко поближе к сезону скорее всего в апреле у нас будет интервью с Дином Дамир Каба Федя кстати да Федя хорошо скорее всего это будет следующий эфир с Дамиром окей Ермойхин хорошо друзья ну все мне хочется вам пожелать прекрасного пятничного вечера спасибо большое что вы провели его с нами часть эфира часть вечера провели с нами в эфире я вам желаю хорошего настроения следите за всеми обновлениями и спасибо что вы нас поддерживаете скоро скоро сезон начнется и я думаю что все у нас будет хорошо эфир сохраняем вам говорим огромное спасибо от лица Гран-3 российской дриптерии и вообще от всего дрипт-сообщества для тех кто не в курсе меня зовут Алиша я пресс-секретарь РДСГП и желаю вам прекрасного вечера всем пока друзья спасибо спасибо